Добрый день! Этот фильм будет демонстрировать разработку проекта, где монитор реального времени TraceMode будет сервером в обмене данными с PLC Mitsubishi FX3U по сети. В PLC размещена программа, реализующая функции клиента по протоколу MAC 6870-5104. Адрес контроллера. Следующий порт обмена данными такой. Общие протокольные параметры следующие. ASDU, то есть размер общего адреса ASDU 2 в байтах. Код, размеры причины передачи 2 байта. И, наконец, размер адреса объекта информации 3 байта. В данной таблице перечислены входные и выходные сигналы PLC с командами, вернее, с кодами команд чтения записи и их адресами. Итак, аналоговый сигнал мы будем формировать извне с помощью данной ручки. И должны наблюдать коды в диапазоне от 0 до 32 тысяч. Аналоговый выход будем формировать в мониторе реального времени, а результат наблюдать на стрелочном приборе. Дискретный вход будем управлять с помощью данного выключателя. И, наконец, дискретный выход, который будем формировать в мониторе реального времени. Наблюдать будем на индикаторе следующем. Манипуляции с данными проекта будем выполнять из окна компонентов профайлера без создания графического интерфейса. Загружаем интегрированную среду разработки. Кстати, это задание можно выполнять как в профессиональной, так и в бесплатной базовой инструментальной системе. Далее создаем новый проект. В слое системы узел RTM для нашего монитора реального времени ликвидируем группу каналы. Она нам не понадобится. Переходим в слой источники приемники, создавая в нем группу пользовательские драйверы. Здесь группу Type 12, поскольку мы имеем дело с сетевым протоколом. И в рамках этой группы компонент Universal PLC Type 3. И открываем его на редактирование. Данный источник будет предназначен для создания служебного канала, управляющего процедурой обмена данными. Назовем его Link. В поле параметры изменим только параметр 2 на 2. А вот в поле дополнительно мы должны с вами ввести вот такую вот строку. Наименование протокола, IP-адрес контроллера, через двоеточие порт обмена данными и служебную информацию для количества байтов под АСДУ, код и ИОА. Итак, переносим это через буфер обмена, вставляем в поле дополнительно. Итак, служебный канал готов. Переходим к следующему компоненту. Это будет у нас чтение аналогового входа. Так его и назовем. АИ. Analog Input. Изменим параметр на двоечку. Параметр 2. Направление Input. Тип данных float. А в поле дополнительно введем следующую информацию. Имя протокола. Далее. Код команды. 35. Это чтение аналогового входа. Через точку с запятой. Адрес. 250. Так, точка с запятой. Итак. Далее нам понадобится еще компонент для формирования аналогового выхода, чтения дискретного входа и формирования дискретного выхода. Их создадим по шаблону. 3. Открываем на редактирование вновь созданный компонент. АО. Называем. Называем АО. Аналоговый выход. Изменяем код команды на 49. Адрес. Адрес. Да. И направление, естественно, output. Следующий компонент. Чтение дискретного входа. Говорим, что это будет дискретный интеджер. И, соответственно, изменяем код команды на 30. Это чтение дискретного входа. А адрес 150. Ну и, наконец, последний компонент. Формирование дискретного выхода. Так называем. DO. Digital output. Output. Integer. Код команды у нас будет 45. И адрес 20. 20. Созданные таким образом компоненты. Переносим из источников приемников в узел RTM1. Итак, флоутовские каналы для аналогового чтения записи. И канал класса ХЕК-16 для чтения и записи, соответственно, дискретных входов и выходов. Сохраним проект на диск с именем. И выполним процедуру сохранения для монитора реального времени. Из инструментальной системы запустим профайлер для нашего узла RTM1. Стартуем его. Через меню вид откроем компоненты нашего узла. Итак, вот наши каналы. Служебный канал LINK предназначен для управления процедурой обмена данными с контроллером. Канал AI. Чтение аналогового входа. Для изменения величины, которая воздействует на аналоговый вход, мы воспользуемся данной ручкой. Итак, выставляем его в среднее положение. Код ориентировочно должен быть около 16000. Вот немножко не угадал. Ну, где-то вот так. Максимальное значение должно соответствовать коду 32000. Проверяем. Ну, вот примерно оно так. Ладно, выставим в среднее положение. Переходим теперь к аналоговому выходу. Формировать его значение будем из окошка компонентов, а результат наблюдать на данном показывающем приборе. Для того, чтобы выставить аналоговый выход в среднее положение, необходимо послать код 16000. Делаем. Ну, собственно говоря, результат. Вот он. Ну, соответственно, давайте сделаем 8000. Это будет четверть шкалы. Ну, так и есть. Ну, и, наконец, 32000. Так, многовато. Это полное отклонение стрелочки, наблюдаем. Сколько это в вольтах, мы не знаем. Дальше. Дискретный вход. В данном случае он выключен. А вот мы его включаем. А вот результат. Сбрасываем. Наблюдаем. Так, ну, и, наконец, дискретный выход. Вот мы его видим. Итак, для того, чтобы включить данный индикатор, он нам будет показывать, включен или выключен дискретный выход. Посылаем единичку во входное значение данного канала. Вот мы видим результат. Для того, чтобы сбросить, то есть выключить дискретный выход, необходимо послать нолик. Ну, что мы и сделали. Итак, мы выполнили успешное подключение к устройству по телемеханическому протоколу МЭК 60875104. И обращаем ваше внимание на тот факт, что монитор реального времени может выступать и клиентом при обмене данными по указанному протоколу, что весьма расширяет круг применения TraceMode в энергетических проектах. На этом мы наш ролик завершаем. Спасибо за внимание.